И все, привет, ребят, с Мистер Майк, и сейчас я записываю новый ролик, сегодняшний день ролик подсвечен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами находимся на нашем спецаккаунте, где будем тестировать новое устройство из мини-игры, наконец-таки появилась возможность протестировать их, ну и начинаем мы с, конечно же, топового лишнего устройства на Страйкер, а именно Страйкер с пусковой установочкой Тандем. Это тот Страйкер, который наносит одной сводкой сразу две ракеты, ну и посмотрим, насколько эффективно работает это устройство в рамках матчмейкинга, насколько вообще оно актуально, и что можно сделать в рамках ММ с этим устройством. Играть я буду сегодня на Хопера Страйкере с Кризисом, возьмем такую вот интересную комбинацию, ну и попробуем реализовать все это дело в рамках одного матчмейкингового боя, надеюсь, что у нас получится. Ну а если вам нравятся подобного рода видосы, то обязательно, конечно же, не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, и, конечно же, не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов, и 30 тысяч танконов по моему личному тегу создателя контента в настройках игры, устанавливайте ему личный тег ТАКТИМПЭ, ну и дальше спускаетесь в описание, и уже заполняете формочку после какой-то замечательной покупочки. Так, ну а нас закидывает сразу на быструю катку, запикивает на сандальчик в режиме ТД, я думаю, что мы сегодня одну катку вместе с вами сыграем, ну и посмотрим вообще на механику этого устройства, мне уже довольно сильно его распиарили, сказали, что оно очень круто работает, но здесь нужно качественно комбинировать именно сводку и обычные выстрелы, то есть в моменте иногда лучше просто давать сначала обычный выстрел по противнику, а потом уже добавлять сводку, чтобы он как раз таки не успевал прожать аптечку, поэтому не всегда есть смысл стрелять именно сводками, ну и что касаемо резистов, у противника их целых 3, ё-моё, ничего себе, вот это я запикался в катку, где 3 реза от страйкера, чтобы у нас сейчас в матчмейкинге было по 3 резиста от страйкера, это ну, наверное, надо прям очень сильно постараться, так, ну и этот страйкер у нас там тоже такой с интересным устройством, так, в голову хотел дать молодому, но он просто сразу выходит с карты, чтобы не получить урон, сводка по аресу и 2 ракетки по полторушке, то есть у нас дефолтные ракеты с обычным уроном, ну и с более быстрой перезарядкой ракет, да, ептить, если еще критовать, то, ну, это выглядит очень неплохо, то есть оно чуть дольше, чем охотник, сводится, но при этом дает 2 ракеты, ну и потом перезарядка чутка дольше, да, работает у нас, то есть, грубо говоря, это, это гаусс, да, по перезарядке, а по урону получается сильнее, чем гаусс, да, если учитывать тот факт, что еще с этих ракет может вылететь крит, да, то там вообще получается контентик очень неплохой, так, у нас голд падает, так, пробуем, ах, хотел добить, но меня сливают, к сожалению, так, но резистов многовато, резистов многовато, наверное, для такой катки, но пока что выглядит неплохо, если честно, в рамках этого боя, этот страйкер, интересно, интересно, интересно себя показывает, я даже, если честно, думал, что, думал, что он будет и послабее себя реализовывать, но пока выглядит неплохо, 8 киллов у нас есть, что касаемо вообще устройства в целом, да, то есть, если сравнить его, например, с тем же статус эффектником, да, с пробитием, то я думаю, что если вы играете как раз-таки против резов, то страйкер с пробитием будет поактуальнее, если играть по безрезу, то с этим страйкером можно прям давать очень неплохое количество киллов, потому что вы со сводки практически железно безрезистный танк будете уничтожать, ну и плюс у вас есть возможность стрелять не только сводкой, но и обычными выстрелами, титан прожимает купол, поэтому мы двигаемся на фланг и пытаемся дать сводочку в молоко, такое себе, так, пока что мы, кстати, катку проигрываем, титан играет как-то очень агрессивно, у него стоит купол на центре, ух, какой крит, 4,5 тысячи, не, ну 4,5 скритает, конечно, супер сладко, так, купол пропадает, даем ему сразу сводочку, можно было даже, наверное, сначала накинуть обычными выстрелами, а не сразу давать сводку, то есть, здесь надо четко понимать, как лучше реализовывать этот страйкер, как комбинировать его, да, что сначала делать, сводиться, либо сначала дать тычку, а потом, например, переходить в сводку, но против резиста я уже вижу, что, ну тяжело, 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 как ни крути, тяжело, так, ну а так, 2,5 с залпа, с ракет, выглядит неплохо, выглядит неплохо, выглядит как минимум даже не то, что неплохо, выглядит интересно, интересно, необычно, да, но, но не супер имба, как будто, как будто бы не супер имба, так, этого я думаю, что мы можем так просто добить, так, каточку мы пока что проигрываем, Ух, какая сладкая четверочка Потому что здесь можно свестись на большом расстоянии, да И железно уничтожить противника То это очень хорошо Это прям мега хорошо Это прям 100% очень хороший плюс Для такого устройства То есть, если, например, я бы играл бы сейчас Не с таким страйкером А, например, с тем же там охотником, да То я бы в моменте давал бы со сводки бы одну ракетку, да А тут в таком тайминге можно затулить их две, да Ну, с большей и с дольшей перезарядкой, конечно Но, в целом, если правильно и грамотно распоряжаться своими ракетами То выглядит интересно Выглядит интересно Но, 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 но Резисты, конечно, чувствуют очень сильно Это факт Но, ладно, мы будем стараться выигрывать эту катку Потому что у нас уже здесь Не все так хорошо складывается в рамках этого боя Мы проигрываем в 7 киллов Но, если жить И стоять, удерживать позицию То, может быть, мы сейчас еще все это дело закомбетчем Ну и надо, кстати, взять резист от страйкера Надо точно взять резист от страйкера Потому что здесь У противника их целых две штуки Итак, страйкер Что там еще было? Изида была Бесячая, которая мне накидывала урон О, у меня даже реза от Изида нет Сейчас быстро исправим эту ситуацию Исправим эту ситуацию Так, возьмем рез от страйкера И от Изида и Скорпиона ставим Скорпион там у нас был Так, ну вот и теперь Опа, шафт появляется Ух, она еще и с плэшом летит Это ракетка вкусная Ой-ой-ой-ой-ой-ой Не, ну это хорошо Это, конечно, хорошо Я бы себе на основе хотел бы такое устройство, если честно Хотел бы, не отказался бы поиграть На таком устройстве А что у них по пробитиям вообще? Сколько иммунок от пробития? Вроде как особо нету, да? У противника иммунок от пробития Если бы здесь были бы у них иммуночки От пробития в большом количестве То тогда бы А, ну возьмем, кстати Моиммунку тоже от пробития То тогда бы Такой бы страйкер был бы интересней точно Чем страйкер с пробивоном А когда иммунок нету То тот страйкер с пробитием Он очень сильный Мега сильный Ну против именно резистов Да, тут просто У тебя нету возможности дополнительного пробития Поэтому В моменте, конечно, становится тяжеловато Тяжеловато Это видно Это видно, что игра немножко По другим правилам идет Нифига себе, чел просто в меня шар дает В одного Прикольно Так, ну что у меня вообще по катке? Команда у меня Особо не борется, к сожалению За победу в этом бою И это, конечно, не есть хорошо Так, у Титана должен спать сейчас купол Подождемся, пока он у него пропадет И попробуем ему Двойную сводочку Но второй выстрел, к сожалению Не залетает Еще один купол от противника Понял, принял Обработал Хоппер, конечно, идеально сочетается со страйкером Прям очень круто работает Мне нравится Этот корпус Под страйкером Но В рамках ТДМ Особо сильно ты эту скорость не реализуешь Поэтому Здесь уже тоже Есть своего рода Определенные вопросы Да, к нему Потому что тут как бы Овердрайв такой На котором Хочется влеталову делать В противника Да, а если мы учитываем Что это ТДМ То здесь Ну, влетать я могу только Наверное В какие-то тяжелые танки Которые там прожимаются Чтобы их просто уничтожить А так По большей части Это все Ну, не супер полезно Наверное Я бы сказал Не супер полезно Все Так Попробуем сейчас Селить этого Титана Если Викой Зида Въезжает в меня Когда въезжают танки То сразу Лучше прожимать Овердрайв При том, что у нас Овердрайв копится Довольно быстро Так Одну ракетку Успел попасть со сводки Вторую не успел Пробуем Ох, не успел даже накинуть Нифига себе Мне прилетело жестко Очень жестко прилетело Так 51 на 59 Проигрываем пока что Пока что проигрываем Еще сводку Бэй, ну против резиста тяжело Против резиста очень тяжело 4 реза от страйкера у противника 4, мать его, резиста По безрезу Железные ваншоты Прям вот я уверен Что это железные ваншоты А вот против реза Тут уже ситуация обстоит Совсем другими делами И совсем С другой, как говорится Сложностью Но перезарядка быстрая Перезарядка довольно быстрая Быстрее, чем у Гаусса Такой перезарядкой Как я уже сказал Можно Очень неплохо Работать Так, Титанчика Оставляю на 0 хп 50% у меня Овердрайва Мне бы побыстрее Оверку накопить Потому что сейчас у Титанов Пойдут свои овердрайвы И можно будет их тогда поймать На этом Можно будет Прожать Оверку в них И попробовать Набрить Блин, вот когда нужен Крит Крит не вылетает К сожалению Обидно немножко Когда Крит не летит Очень обидно Когда Криточек Не летит Если бы сейчас Крит бы залетал Я был бы Мега рад Я был бы Мега рад Семьсотка Семьсоточка Парирарчик Парирурчик Овердрайв Блин Нажму, да? А, нет, не нажимает Хорошо Пусть не нажимает Оп-оп Без Крита К сожалению К сожалению Без Крита Титанчик под аптечкой Стоит Двойная Хорошая Двойная Хорошая Вот это была Очень неплохая А неплохая Она потому что Кританула Потому что Криточек заехал Если бы Криточка Не было бы То Она бы Такой крутой Не было бы Так Трешечка вкусная И добавочку сразу Бах-бах Хорошо Хорошо Очень хорошо Так С респа по викингу Бах-бах Ищеночка Маловато будет Так 4 минуты у нас есть Бах-бах Хорошо Обрабатываем Тут чисто двоечки такие Выписываешь Бам-бам Двоечку вкусную Оп-оп Оп-оп Работку на двоечки делаешь И все И все И все Бам Ну такое Бам-бам По 600 Маловато Зида Прожимала Уделает Понял Так По киллам Упачки А мы уже Сравнялись А мы Уже Сравнялись И шанс на победу В этой катке Это Очень неплохо И шансы на победку Я бы хотел бы выиграть Этот боёчек, главное, чтобы тиммейты Особо сильно не пикали Здесь под противника, чтобы они не сливались Так, ну резов, конечно, от меня Ептит, сколько это вообще ужас Опа, Жигов же мало его делает, давай-давай-давай-давай Тули-тули-тули-тули, чел Ну-ну-ну, куда ты там с оверкой так Летишь, о, хорошо, мы уже ведём Ведём, ребяточки, мы уже в победную Играем Уже в победную играем Это очень хорошо, у Викинга Оди забираем И сразу туда его Чтобы, как говорится Чувствовал, что Хоппер может что-то сделать Грязное, бах-бах Нет, не успел бах-бах Один раз только дал, ещё бы, бам-бам Бан, ну все с резистами, просто Все с резами, если бы здесь Я бы не тестировал бы устройство Это, я бы вот 100% Уже бы в рамках этого Боя бы, одел бы Здесь страйкера с пробиволом Чтобы именно пробитием уничтожать противника Потому что иммунитетов у них от пробития нету А вот резисты есть И резист можно спокойно Страйкером с пробитием контрить Поэтому, если У вас есть такое устройство Да, и при этом есть страйкер с пробитием Если у противника берутся Берут, противники берут большое количество резистов От страйкера То лучше всего Просто возьмите страйкера с пробитием Если у них иммунок от пробития нету И тушите грязь Жёсткую Очень жёсткую Можно прям очень жёстко разваливать А так В принципе, по безрезу Этот страйкер выглядит круто Да, но не против, конечно Такого большого количества Хотя, видите, даже против такого большого количества резов Я сороковочку свою Здесь выбью Даже против большого количества резистов Значит, страйкер Ну, сам по себе страйкер хорош Устройство даже Даже устройство здесь особо сильно ни при чём Но В моменте, конечно, эти две ракетки Могут дать неплохую Дополнительную прибыль Так, перекатываем, чтобы у меня Шафт разряжается Хорошо Дабл сводка Бам-бам Ах Добил меня, к сожалению, по 200 только залетел Так, 2 кила отрыва Плохо Маленький отрывчик у нас Постараться Переигрывать сейчас оппонента Оп, как шикарно тайминг поймал Чувствовал, что сейчас пробивал его, сделает И сразу на этом поймал оппонента Так, викинг выезжал, его делает Оп, хорошо Когда викинг выезжает Я всегда овердрайв готов нажать Особенно против такой изида Которая может зареспить большое количество наших тиммейтов Поэтому мне против неё всегда выгодно нажать Оверку Так, по 500 урона по двоим Изидочку, изидочку Очень важно её слить Хорошо Плюс 5 киллов идём Чуть-чуть аккуратничаем Чуть-чуть аккуратничаем, чтобы не сливаться Так, шафт попасть не может Аптечку ждём Лишние киллы не надо отдавать противнику в такой ситуации Так, хорошо Изида остаётся без аптечки Здесь можно ещё покидать Хорошо Прячемся Прячемся Особо не пикаем А зачем нам пикать? Мы ведём в плюс 5, правильно? Зачем мне сливаться? Всё Изида бой проиграла Шикарно Победочка в кармане 39 киллов За такую катку В целом, что я могу сказать 100% 100% Этот страйкер По безрезу Даёт жёсткую грязь Против резов Ну, тут уже Как говорится Всё намного-намного тяжелее И страйкер С пробить Будет точно Смотреться Интереснее Но по безрезу Этот страйкер Точно Может дать Вкусного Контентика Пишите, что вы думаете По поводу этого страйкера Если вам понравился данный видос То обязательно не забывайте Поддерживать его лайком Подписываться на этот замечательный канал Если вы ещё вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать новые видеоролики Ну, а с вами был мистер Вангель Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока